Друзья мои, всем добрый день! Сегодня у нас 14 июля. Это Ленинградская область. У меня сегодня была, друзья мои, большая стрижка. Вот я сегодня столько с этой теплицы настригла листвы. Листва хорошие, листва чистые, но время... И, как видите, практически ничего не убыло. Все такой же лес, но у нас довольно-таки прохладно. Вот сегодня хорошо светит солнце, а так где-то было вчера, позавчера и пасмурно, и 17-18 градусов, и ночи очень холодные. Поэтому, конечно, как говорится, от греха подальше нужно подстригать. То есть я состригла немножко снизу. Сегодня с утра, кстати, прошлась по листу гуматом калия пораньше. И вот сейчас у нас время 5 часов. То есть я вот подстригла, и попозже уже пройдусь еще бактагеном на основе синой палочки. Ну, то есть ранки там все, чтобы не было никакой... Ничего, как говорится, не прилипло. Вот, то есть я вот освободила низ еще. И так как веду в два ствола, друзья мои, что-то где-то между стволами освобождала. Ну, чтобы все проветривалось. Вот здесь вот это пинг-парадайз, друзья мои, все хорошо растет. Это пинг-уникум, это золотой. Ну, в общем-то, довольно-таки много еще листвы. Томатов завязалось, в принципе, достаточно, хотя не очень. В общем-то, я довольна. Эта теплица очень холодная, и они стояли весь май. Были посажены сюда 21 апреля, и весь май у нас были морозные ночи. В общем-то, здесь практически минус был в теплице. И, друзья мои, первые кисти завязались вот такие вот маленькие. Совсем вот, можно видеть, прямо сипузкие. Ну, дальше все идет нормально. Вот, вот такой лес. Тоже завязывали кучу, конечно, кистей. Ну, и сверху уже так. Тоже, друзья мои, спрашивали, почему сохнет. Ну, вот потому что, ну что, уже где-то порядка 80 кистей на этом. Ну, мне кажется, уже просто не тянет. Так, вот это у нас ред пуэр. В общем-то, нормально. Вот так постригла. Сейчас он начнет вот здесь вот с краю краснеть. Вот манго-джанго еще один стоит. Наливается еще один кумата. Это ролексы. Ну, в общем-то, томаты есть. Томаты есть, и с томатами все хорошо, все нормально. Вот. Так что подстригла. Вчера хорошо проливала опять. Вот. Ну, что остается ждать нам урожая. Сейчас во второй теплице посмотрим. Вторую теплицу тоже немножко подстригла. Ну, тут я уже подстригала. Ну, здесь уже активно кушаем. Вот он. Кумата тоже подстригла. Тут хорошо все. Куматиков много. Четыре ствола я его вела. И, ну, в общем-то, там в два ствола, и они мельче. А эти нормальные. Вот. В этом году тоже интересно так стояли они здесь. У нас светило солнце. Май месяц. И было морозно. И, друзья мои, посмотрите, как они назавязывали. Короткие междоузлия совсем. И вот так вот назавязывали эти кисточки. Ну, вот это вот уже идет. Женарос гибрид. Вот такой вот. Вот он он. Ну, вот они при холоде. Вот такие мелкие. Ну, а дальше пошли вот нормальные. В принципе. И вот он. Идет, 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 идет и до верха. Pink Impression. Вот. Нормально все. И вот. Смешной какой. Вот так вот. Ну, тут уже вот собирали все. Кушаем. И вот. Вот так вот. Вот это последняя кисточка. Где-то на уровне глаз. И все. Там уже все засохло. А здесь пазана. Ну, тоже вот все простригла. Этот низ освободила полностью. И серединки простригла. Вот. Вот такая штука. Вот такая кисть. Сара тоже. Сару практически все обстригла. Наверху немножко осталось. Ну, тут потому что, ну, уже естественно, что там все сохнет. И ничего не завязывается. Ну, потому что вот такие вот. Кисти. Вот такие. Вот такие томаты. Вот такие томаты. Вот. Карнабель. Ну, вот так вот что-то почему-то он у меня краснеет. Но все равно краснеет. Почему? Не знаю. Ну, и вот он. Сакура. Ой, ну, такая вкуснятина. Просто. Соседи что-то там. Вот, друзья мои. Так что, все я подстригла. Я не стригу вот так вот, как советую. Там по две-три веточки. Ну, это же все время. Вот сегодня я заняла где-то часа два или три. И, конечно, нереально. Так вот зайдешь по две веточки обстричь. И это опять часа два-три. Я считаю, что ничего страшного с ними не будет. В принципе, можно пройтись по ним эпинам антистрессовым. И все будет хорошо. Все, друзья мои. Если есть вопросы, спрашивайте. Спасибо. До свидания.